Лесные пожары и палы травы в Приморье охватывают все большие территории. Очевидцы присылают в местные СМИ кадры, на которых видно, как полыхают территории, а поезда идут сквозь стены огня. Видео снято в среду, 27 февраля, в Пожарском районе. На участке между станциями Губерова и Ласточка палы настолько сильные, что поезд исчезает на некоторое время из вида, а высота языков пламени достигает, судя по кадрам, нескольких метров. К слову, в Пожарском районе Приморья накануне введен особый противопожарный режим. Таким образом, сегодня режим ОПР действует на 11 территориях – в Хасанском, Партизанском, Лазовском, Ханкайском, Кавалеровском, Ольгинском, Надеждинском, Октябрьском, Пожарском районах, в Уссурийском и Дальнегорском городских округах. За прошедшие сутки в Приморье потушены 6 лесных пожаров. На утро четверга, 28 февраля, локализованы два пожара на землях лесного фонда в Ханкайском районе и один в Дальнегорском городском округе. В статусе действующего остается один пожар в Тернейском районе в 35 километрах от поселка Терней. С начала года на землях лесного фонда Приморья зарегистрировано 136 лесных пожаров. Пожароопасный сезон официально открыт в 20 муниципалитетах края. Еще в 10 муниципалитетах объявят с 15 марта. Тем временем для тушения лесных пожаров в Приморском крае создана группировка в составе 13 тысяч человек и почти 3 тысяч единиц техники. Ликвидацию природных пожаров в регионе обсудили в ходе совещания с участием главы МЧС России Евгения Зиничева и губернатора Приморья Олега Кожемяка. Неутешительный прогноз на совещании озвучил начальник Приморгидромета Борис Кубай. Он подчеркнул, что нынешняя зима в Приморье не имела аналогов за всю 85-летнюю историю наблюдений. Зима действительно аномальная. Аналогов мы не находим за всю историю наблюдений в Приморском крае. А это 85 лет. Снега нет. Даже в северных и центральных районах последняя снеоснемка показывает, что в горах 40% всего снега. Вот такого тоже очень давно не было. И на фоне аномально высокой температуры температура бьет рекорды. Мы уже несколько раз в Владивостоке даже побили рекорды опять-таки за всю историю наблюдений. Очень настораживает. Это исключительно высокая пожароопасность. Будет сохраняться весь сезон. С начала года в регионе зафиксировано 144 очага огня. Угрозе лесных пожаров подвержены 109 населенных пунктов. В лесной местности обустроено почти 250 километров противопожарных барьеров. Создано почти шесть сотен групп патрулирования. В случае ухудшения пожарной обстановки авиалесохрана готовы перебросить в край парашютистов-десантников. 600 человек сейчас проходят подготовку в Свободном Амурской области. Кроме того, к тушению очагов огня готова подключиться и авиация МЧС России. По словам главы МЧС Евгения Зиничева, особое внимание необходимо уделить разъяснительной работе среди населения. Особое внимание все-таки на разъяснительную работу среди населения. Особое внимание на оповещение. Евгений Зиничев акцентировал внимание присутствующих на то, что именно предупреждение природных возгораний и профилактика должно быть главными задачами для всех заинтересованных служб и ведомств. Глава региона Олег Кожемяка поручил еще раз провести анализ средств пожаротушения в муниципалитетах, проверить исправность пожарных гидрантов и водоемов в случае необходимости направить дополнительные средства на пополнение резервов в городах и районах края.